Всем привет, дорогие друзья! И с вами снова Талант Продакшн. Палатка, в которой я провожу наши прямые эфиры. Я и сегодня у нас в гостях будет Летисия Искандар. Что мы будем делать, мои хорошие? Мы будем с вами петь, очень много петь. Мы будем с вами очень много делать всяких разных крутых заданий, которые будут нам задавать наши подписчики, которые бесконечно просматривают наши эфиры. И нам от этого очень приятно. И спасибо вам большое, что вы уделяете внимание этой нашей инициативе с эфирами. Это очень крутая на самом деле штука. Мы все счастливы от того, что у нас есть такая возможность. Итак, мне тут приносят чай. Спасибо. Напоминаю, правила нашего прямого эфира. И сегодня у нас еще будет одно правило, которое мы вводим с сегодняшнего дня. Значит, правило заключается в следующем. Вы даете нам какие-то совершенно безумные задания, которые мы выполняем. Все честно, несмотря на то, что они безумные, несмотря на то, что иногда нам страшно не хочется стоять в планке и петь песню или делать еще какую-нибудь штуку. Но мы это делаем, потому что вы нам даете эти задания. Это первое. А второе. Сегодня мы в эфире будем обсуждать всякие разные последние новости, касающиеся шоу-бизнеса, музыки и вообще мира творчества. Я вижу, что вас уже становится много. Спасибо вам за это, ребята. Итак, всем говорю привет. И Летисия уже подключилась, поэтому я набираю ее. Вы готовы? Летисик, а я не могу почему-то тебя присоединить. Итак. Сейчас. Видите, техника и я – это как граната и обезьяна. Пока у меня это не получается почему-то сделать, поэтому я еще немножко повещаю. Видимо, вы сильно хотите меня послушать. В общем, я поговорю. Значит, итак. Мы будем обсуждать всякие разные новости. И эти новости мы будем комментировать, смеяться, шутить. Еще будет очумезная совершенно история сегодня происходить в эфире. Мы с вами выучим 10 самых интересных французских фраз, самых важных французских фраз, которые вам понадобятся, если вы вдруг попали во Францию. Ну, я надеюсь, когда-то карантин-то закончится, и мы все-таки сможем путешествовать и ездить по миру, и попадем во Францию в том числе. И вы точно не потеряетесь и не попадете в черный район, и сможете абсолютно точно объясниться с французами и рассказать о том, чего вам нужно. Например, скушать вкусный круассан, или посмотреть на Ефилеву башню, или еще какие-то интересные штуки сделать по Франции. Ну что? Готовьтесь. Пока мы ожидаем, чтобы она подключилась, я вам расскажу об этой... Вот она, да. А я как-то собралась и тебе рассказывать. Привет, моя дорогая. Итак, все, кто подключился в наш прямой эфир, я готова вас познакомить с нашей Летисией. Знакомьтесь, Летисия Искандар. Девочка очень талантливая, раз. Девочка, которая говорит на французском языке, как на родной, два. Девочка, которая лично меня очень сильно вдохновляет. И не только меня, как я слышала. Девочка, почему-то, которая совершенно не верит в себя, и с чем мы очень сильно боремся. И я вас всех попрошу сегодня мне в этом помочь. Будьте справедливы и говорите прямо, как есть. А есть я знаю как. Она талантлива, она яркая, она харизматичная, у нее очень нежный тембр, красивенный совершенно, который просто как масло в уши. Поэтому сегодня мы будем для вас петь и выполнять всякие разные задания. Тут уже тебе пишут сердечки, Люля, Летя. Это мои друзья и мой брат. Вот Марго Самойнова уже нам с тобой дала первое задание. Блин, Марго, я знала, что это будешь ты. Вот я знала, что это будешь ты. Мы даже и там судили с Летисией перед эфиром. Поговорить словами наоборот. Например, привет, Тевирп. Бог ты. Ты умеешь такое делать? Я такое не умею. Я такой буду делать первое. Я, кстати, раньше такое делала, но... Блин, ну это же сложно разговаривать. Разговаривать, например. Я не знаю. Ну, во-первых, вот я сейчас... Я буду очень хитренькой и сделаю так. У меня лежит ножик моего малыша. Это такой ножик у него из набора. Жён будет в обратном порядке. Но жён... Давай теперь ты. Телефон. Но... Сейчас. Но... Но еле... Но елефен. Как-то так. Это уже только французский у тебя начал появляться. Но елефен. Но елефен. Потому что ты на французском разговариваешь. Кстати, есть похожее слово на французском. Но елефен. Элефон. Элефон – это слон на французском. Элефон? Элефон. Ну, как элефент на английском. И элефон. 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 Так, французский панал нас уже практически научила, Летисия. Итак, ребята, мы начинаем задание. И буквально через 15-20 минут мы начнём с вами, мои дорогие, что делать? Учиться французским фразам. Греческим танцем мы уже с Летисией Искандар... С Альваридой и Софьей учились. Теперь с Летисией Искандар мы начинаем учиться французским фразам. К концу карантина, ребята, вы будете знать, как танцевать греческий танец, как говорить на французском, как говорить на испанском, на итальянском, как правильно петь, знать, какую музыку слушать и вообще кучу всего. Вы, кстати, можете задавать вопросы, причём даже каверзные вопросы, и мы будем вынуждены на них ответить. И мы будем соблюдать за нашей реакцией на эти вопросы. Так что давайте, давайте, ребятки, не стесняйтесь. Я сейчас увезёна на задание, очень прикольно. А ну давай. Как сказать на французском, вы две очень красивые девушки? Ну это на... Ну это иллюзия, но душа моя. Душа моя. Сейчас, подождите. Вы, это вы. Вы, это два слова. Привет-привет всем, всем-всем привет. Мальчики, всем, кто нас смотрит, на заметочку, значит. Если вы пришли на какую-то вечеринку или знакомиться, а хотите с двумя подружками гуляющими, вы, это вы. Вы, это два слова. Всё, понимаете? О, мой гаш. Всё, все девушки будут ваши. Правда? Летите. Вот если бы к нам с тобой подошёл какой-то молодой человек, например, наш Илюк, и сказал, вы, это дебильфильм. Мы бы с тобой просто сошли с ума, понимаешь, от такого совершенно потрясающего подката. У нас тут, видишь, у нас с тобой ещё тут школа, помимо творчества, мы ещё учим людей друг другу оказывать знаки внимания. Да. Видите, это... Попробовать встать на руки возле стенки и что-нибудь спеть. Байрамова пишет комплименты, на русском уже не актуальны. Да? Уже всё. Да. Очень-очень, как ты поёшь, пишут тебе. Спасибо. Это знак. Спасибо. Ты знаешь, это, во-первых, это знак, что я уже второй эфир с ножом. Это правда знак. А второе, знак то, что говорят, что людям нравится, как ты поёшь. Поэтому давай-ка, спой-ка ты нам французскую песню. Но сначала расскажи историю о том, как всё начиналось. И о том, какая это песня, о чём она. Потому что тематика её очень интересна, но очень, ну как бы так сказать, ну не для детской школы эфира. Но мы попробуем очень деликатно и очень интеллигентно озвучить, о чём эта песня. Давай, Летиса. Я помоюсь. Моя первая песня, да? Да, твоя первая. Эта песня, я обычно выбираю вообще песни, петь песни и по смыслу, и по музыке, и по мелодии. Но тут, скорее, больше всего я выбрала по мелодии, а не по смыслу. Смысл тут тоже играет, большой смысл. Эта песня о ЛГБТ сейчас это... Сейчас это не сильно... И воспринимает и не сильно, скорее, больше всего. Но тема это достаточно актуальна. Да, это любовь между девушками. Да. Вот. То, что сейчас это не сильно актуально. И то, что даже если вот девушка на тебя будет смотреть, ты примешь её чувства, или ты френд-зона оставишь её. Ну, в общем, короче говоря, эта песня о любви к друг другу. Без уточнений пола. Просто о любви к друг другу. Всё, погнали. Не тренину что. Окей, поехали. Сейчас, давайте не покушать. Как ты думаешь, Моэль? Тарен. Тарен это означает твоя карелева. Твоя карелева. Тарен. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, я не знаю. Белла Бутрос, помогите мне, пожалуйста. Белла Бутрос? Это мой брат и моя сестра. Да. Из-за Бали, и Бутрос. А скажи, а как заказать шампанское в ресторане на французском языке? А ну. Сильвупля, это пожалуйста. Да. Сильвупля, ¿je peux avoir du champagne? Je peux, ok, давайте. Сильвупля. Сильвупля, ¿je peux? Аво. Аво. Du. Du. Champagne. Champagne, в кое-каке. Champagne. Сильвупля, ¿je peux avoir du champagne? Je peux avoir du champagne. Сейчас мой брат и моя сестра написали фразы, которые отгоняют этих гопников. Лэш ма тронкиль, типа, оставь меня в покое. И фу ма ла фе, я не знаю, что это означает. Можно писать? Что означает фу ма ла фе? Если это нецензурная лексика, прошу её в эфире не называть. Нет, я не думаю, что это цензурная лексика. А коньяк спрашивает Артур. Артур, у тебя что это такое? Какой коньяк шампанское? В французском коньяк, и кто-то летает пить, понимаешь? Туда если летят, то шампанского можно выпить, и круассанчик скушать, и кофе выпить. Коньяк. Кто коньяк? Я, получается, наверное, коньяк, так и на французском будет. Понимаешь, Тиссия, у нас хорошая девочка, приличная, из хорошей семьи. Она не знает, как будет на французском коньяк. Нет, наверное, коньяк. Я думаю. Нет, Бутрас, это слишком плохое слово. Я не буду его озвучивать. Вот, вижу, чурила моя душенька. Я хоть французского и не знаю, но моя душенька чурила. Придумать песню за одну минуту со словами. Летисия, это наша любимая Марго. Что там, что там, что там? Придумать песню за одну минуту со словами. Окей. Давайте вместе придумаем. Давай. Лирика или дэнс? Что будем придумывать? Давайте лирику. Давай, я тоже. Я не знаю, что можно придумать. Я не умею петь песню. Не, ну мы будем петь, как чукчи, что вижу, то пою, потому что... Давай споем о том, что мы сегодня проводим эфир и обучаем всех французским фразочкам и поем французские песни. На одну минуту песни лёжики мохнатые. Давайте какую-то мелодию я сейчас найти поищу. Не, так это ж типа так не работает. Тут же надо самим сочинить, понимаешь? В этом так фишка. Я чувствую, что за эти эфиры я стану композитором. Марго мне задаёт на каждом эфире. Это я на каждом эфире пытаюсь прыгнуть с этого задания, но вот сегодня меня оно догнало. Да. Я не знаю. Давай там. Я позвонила Летиси. Йоу. Мы проводим эфир вместе. Да. Я просто пою, я просто так послушаю. Мы поем танцузские песни. Давай, Йоу, послезай. Мы поем танцузские песни. Да. И учим фразочки. О, моя бабушка, моя бабушка написала. Я думаю, у меня бы никто не купил песни. Моя бабушка только что написала фразу. Она у нас писательница. Очень красивые стихи пишет. Мы в эфире целый час. Это раз. Йоу. Мы в эфире целый час. Это раз. Эти песни мы для вас. Это два. Да, раз. Боже мой. Я что? Я бы купил. Смешно. Ты бы коньяк купил, да, во Франции? Не, во Франции это вино. Вы чего? В Франции это не шампанское, это не коньяк. Это вино. Это вино и сыр. А смотрите, с каким знанием делать. Иисия нам об этом сообщает. Я попрошу. И багет. И багет. И круассан. Круассан. Ну, вот я да. Да. Круассаны, булочки всякие. У меня, кстати, сейчас выпекаются круассаны. Ого. Дальше ты мне в текст. У меня выпекаются круассаны. Вкусные. Класс. Ай-ням-ням, шоколады. Ай-яй-яй. Боже. Итак. Песню. Ну, Марго, в силу нашего композиторского таланта мы уже спели песню. Уже час ведем эфир для вас. Это раз. Песни учим мы для вас. Это два. И французский слаба. Это три. Да, ей. Любим вас на себя. Те, кто знает, вместе с нами повтори. Йоу. Вот. Весь наш композиторский талант. Когда уже концерт тебе петь хочу, я уже петь хочу. Боже, как мы хотим петь. Ты бы знал. Согласна. Как по-французски можно предложить гопникам самогончик? Не знаю, как самогон сказать на французском. Ukrainian vodka. Ву-ву-ле дю самогон. Будете ли вы самогон, да? Это три. Ву-ву-ле. Ву-ву-ле. Хотите вы самогона? Ву-ву-ле дю самогон. Блин, где мой брат и моя сестра? Они должны мне помочь. Ву-ву-ле дю самогон, товарищи. Ву-ву-ле дю самогон. Йоу. Боже мой. Капец, да, капец. Я согласна с тобой. У нас идти. Так, хорошо. Давай ритм фром. Не берите. Не берите. Это мы уч... Это наш учительство по музыке в школе. Говорит. Встать на мостик и спеть куплетик. Десятый класс. Мне стыдно, что я... Что это не я спросил. Встать на мостик и спеть куплетик. Тома, блин. Вы знаете... О, блин, я умею на мостик вставать. А я не умею на мостик. Как? Вы можете лежать просто. Блин, сейчас. Мааа. Сейчас, секунду. Подожди, я тут снимаю кромиками. Мама. Куда бывать? Вот жарко. Тамара, я не знаю. Я не знаю, как ли, камеру поставить. И... Так, ну, что вы на мостик говорите, да? А, как же вы увидите, что я встала-то на мостик? О! Вы чуди самогон, маааа. Да, с чертами, с чертами теплых носочков. Вы волейте самогон, йоу. Мой брат написал только что. Вы чуди самогон, маааа. Музик! Окей. Сейчас. Никто не может меня снять. Да, все готовы. На мостик, да? А, как же вы увидите, что я встала уже на мостике? Да, я на мостике. Ведь, Есен, ты готова? Да. Но я могу только с положения лежа встать на мостике, потому что не факт, что могу. Музик! Ай, мой муешькера! А это будет импидиэт там вообще. Да, поп-лет. Какую поп-лет. Блин, да. Я могу, я могу не обнаружить. Если я не знаю, как ты ее видишь, я буду с тобой. Если я не знаю, как ты ее видишь, я буду с тобой. Блин, я не могу. Блин, ты. Так, хорошо, поехали дальше. Это считалось, я надеюсь? Приготовить и съесть яичницу? После тренировки? После тренировки? А, в смысле, типа устала? Пусть кто-то из вашей семьи вас накрасит. Ма! Ну, тебе на проще. Ма! А у меня муж-то морский. Так у меня никого дома нет. Я буду очень, я думаю... Брать сестра за границей, попа дробить. Где накрасит мой муж? О, мама, ты тут. А где мой муж? Мама... А куда пошел муж-то? Я... Мама должна меня накрасить, да? Зойка! А он пошел гулять с собакой, меня некому накрасить. Придет накрасить? Так накрасить все-таки, да? Давайте мне маму... Ну, окей, давайте. Давай. Макфоржи. 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 Окей, ладно. Макфоржи не дай. Боже, не могу. А он пошел гулять с собакой, не мимо этому накрасить. Слушай, да? Промяукать любую песню у нас еще есть задание. Ай-ай-ай. Терпи. Терпи. Так, нам надо промяукать с тобой любую песню. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Селомы. Таня? Как она? красиво, да, с губами? Губы, лепите! Губы просто налепило что-то на меня и всё. Сойдёт, нормально. Давай мяукой. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Почему я эту мелодию по её не знаю? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Артур Майданик подключился. Прошу всех обратить внимание. Артур Майдальник пропустил уже все наши эфиры, которые были до, и каждый раз после эфира писал мне, Ксения Сергеевна, я пропустил опять эфир, блин, как я мог пропустить, как я мог пропустить, говорю, Артур, 19.00, среда, просто запоминаю, Артур говорит, нет, я пропустил, и так было уже все эфиры, теперь, наконец-то, он подключился и пишет, не пропустил, молодец, Артур, не пропустил, он даже будильник себе поставил, чтобы не пропустить наш эфир, Прошу обратить внимание, как на людей влияет пижама-пати от Талант Продакшн, систематизация, процесс ставится в будильник, человек ответственно подходит к вопросу и смотрит пижама-пати, теперь результат, и мы этому не будем делать, молодец, молодец, удачи, пусть будет, ладно, мне только что написали, красотка, спасибо, И еще написали английскими буквами на арабском, это означает очень красивая, спасибо, merci, merci, Диана, это ктир халвей, хотите выучить это вообще? А ну, давай, давай 10 фраз, которые мы обещали людям, давай мы сейчас обещаем, 10 фраз. Ну, я думаю, в принципе, можно про метро спросить, метро это очень действенно в Париже, ну, в Париже. Так, давай, как вот, вот я иду по Парижу, хочу спуститься в метро, что я думаю? Где метро? А я сейчас вам скажу! Как ты идешь в метро? Давай, я спрошу. Сначала надо поздороваться, сказать бонжур. 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 Это, в принципе, элементарно. Бонжур. Эш-ке-ву-пуу-ве? Эш-ке-ву-вы? Нет, это будет слишком долго, вы будете слишком долго тучить. Спасибо, что веришь у меня, Летисия. Ладно, ладно, давайте. Бонжур. Эш-ке-ву-пу-ве? Бонжур. Est-ce que vous pouvez me dire où est le métro? Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire où est le métro? Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire où est le métro? Est-ce que vous pouvez me dire où est le métro? Bien, allez-y дальше. Tout le monde veut me dire où est le métro? Bien sûr. Vous pouvez me dire où est le métro? Où est le métro Eiffel? La métro Eiffel. Oh, c'est génial! C'est génial de découvrir la métro Eiffel. ... C'est vrai que c'est vrai que je veux qu'on dirait pas la métro Eiffel! его башни. Так, вы все там запоминаете, товарищи? Конкурс объявляем. Кто запишет 10 фраз... Как вы говорите все те фразы, которые мы сегодня учим в эфире. Для вас же стараемся, товарищи. Для вас. Прилетели вы в Париж, не знаете вообще, что делать. Как метро пройти? Как на эфире его башню посмотреть? Что там мы еще с другим вам говорим? Блин, там столько линий метро. Запутаться можно. Ну, конечно, если тут урест. Ну, я, когда первый раз была в Париже, посмотрела на эти линии метро, я такая... Так, я пошла отсюда. Киевское метро просто нервно курит, да, в сторонке по сравнению с... Да. Боже, скорее бы смыть этот макияж. Я соскучился, мне надоело жить без такой красоты, как Талант Продакшн. Моя эфире. О, как это мило! Талант Продакшн! Верный путь к успеху! Ей! Петь песню Адель под музыку Каска Плака. О, как круто! Тамара, блин! Ну, это круто! А можно поменять местами, потому что английский? Так, надо брать айфед. Сейчас. Hello. О, блин, как... Поплакала и снова и алкорол. Алкорол сделала. То есть, а я не знаю... Может быть, поменяем? То есть, споем, как поплакала. Тамара, вы согласны поменять? Можно. Можно. Ура, спасибо! Прилететь в Париж, а вы не знаете, что делать. Google в помощь. Google Translate. Google Переводчик. Ой, ну знаешь, так неинтересно. Вот вообще неинтересно. Почему Google знает больше, чем мы? А! Нельзя. Да. Надо, надо хоть 10 фраз дознать, чтобы там не упасть лицом в грязь. И чтобы французы посмеялись на твоем французском. У меня возможно. Так, ты и Мусадель, да? Спеть что-то. Сказали, спеть что-то. Стоя, например, у тебя предлагает. Мерси, мерси. Сейчас я просто отвечаю на комментарии. Мерси Букушка. Ой, а знаешь песню? Группа крови на рукаве Да. Вот эта Кукушка, это Цуэй написала? Да, это тоже Цуэй, да, да, да. Можно Кукушку, да? Я надеюсь. Конечно. Окей. Давайте выполнять задание Hello. Давай. Поплакала. Нет, иногда не пойдет как-то так. Ну, наверное, Самара где-то это увидела, раз написала. Наверное, что-то это сделал уже до нас. Да, Тамара? Придумали нам задание, блин. Прятуюсь вид... Нет, блин. Это очень сложно на самом деле. Hello. It's me. Так, я оставлю минус. Прятуюсь вид слив твоих. Будут села за реку празд не складу синяя. Горят мосты. Так, я минус поставлю. Горят слив из моря. Ой, блин, минус. Давайте минус услышать. Hello. It's me. I was wondering if after all it's easy night to be. А дальше я слов не знаю. Плакала. Пойте слово сплакала с песней плакала. Сейчас. А какие там слова? Давай откроем. Припев или... Что-нибудь. вратуюсь витс лев твоих будут села. О, 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 о. Кажется, Вратуюсь лев твоих будет села. Я горят, мосты горят. Я горят, мосты горят. Слух не знаю. Люда, привет. Давайте тогда я тоже попробую. Давай, включи минуту. Я открою пока слова. А, я поняла Том Энфлан. Тома уличила их в плагиате. Вот. Что? Тома уличила их в плагиате. Она, скорее всего, Тома у нас любитель уличает в плагиате. И, скорее всего, Тома нашла. Тома, скажите, что я права. Ну, если я права. Скорее всего, вы нашли там плагиат, да? Эти песни между собой похожи? И вы, наверное, обнаружили там плагиат, и поэтому нам написали это задание. Так. Плагиат, я не знаю. Свит твоих буду тіла. За рік образ нескладну тіну я. Да, плагиата нет. Горять мости, горять сліз моря. Та знає, це гра моя, менше слів, більше діла. Вряту відстріл твой хоч би ціло. А, не получается, да? Все, все, я думаю, хватит. Думаю, это очень круто було. Мне понравилось. Не знаю, не получается. Давайте я тогда попробую еще раз. А, слова и плагала, и мелодия из Адель. А-а-а! Ты поняла? Ну да, буквально это да. Ну да. Окей. Станцевать заводно латиноамериканский танец. Боже мой! По песню Авантюра обсто... Окей, окей. Довігательний латиноамериканский танец. Окей. Божечки мой! Та-а-а! Та-а! Та-а! Хочь бы тил и загнав педлит, не знай, ту тушу я. Булыть! Ой, як булыть! Булыть! А! И кровь кипит, та донька, 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 в жену спит. Казанка счастлив більше дела. Она врятуй від стріл твоих хоча пыта датила. На-на-на-на-на. Поплата виски. Моя очередь, теперь моя очередь. Я пытаюсь припев подобрать. Тут припеве написано Сасяя в день таемными знаками в скобочках ЙО. Я раньше пела эту песню, а сейчас... А, там не ЙО, а Е. Я вспомнила. Она писана ЙО. Неправильно написана. Як Вуйку с половными. ЙО. Там поплакала изнов и якоросила за себя в день таемными знаками. Там вот так идет о НЕ. Ну, я не знаю. Это Google всегда прав. Нет. Да, вот это это, кстати, к тему Google, Артур, тебе. Какой он умный. Артур пишет, Тамара, что-то мне подсказывает, что вы это задание приготовили за неделю до эфира. Я думаю, да. Не, просто Ксения Сергеевна очень-очень классно поет и очень классно ставит песню. Так, ну, мы вроде справились. Ну, я нет. Ты мне помогала морально. Окей. Так, поехали дальше. У нас там было задание от Артура. Станцевать заводной латиноамериканский танец сальса под песню о господи боже. Так, где моя колокольца? Где у вас будет? Я не хочу. Это, знаешь, я видела приколы на тему карантина. Что в период карантина все там блогеры занимаются спортом, делают все разные штуки, а есть категория людей, которые просто смотрят на то, как занимаются другие. и вот Артур решил посмотреть, как мы Артур, если бы ты раньше подключился к эфиру, ты бы знал, что это детский нож. Боже, ждем танец. Боже мой. Так, ждем танец. Ламбады давай. Так, ты готова? Все там, под какую песню там нам надо. Там сейчас obsession, по-моему, сейчас. Я даже не знаю эту песню, блин. Я тоже не знаю эту песню. Рубль. Простите, мы не знаем эту песню. Сейчас пройдет реклама. Как это не станцевать латиноамериканские танцы? Вот, я нашла эту песню. О, так, слушай, тут песня, всем песня, песня. Йо. Детский нож, в общем, спасибо, я пошел. О, ну это Каидиан, Артур. Давай, вставай. Как? Это уже скорее похоже на латиноамериканские, я не знаю. Так, ну низ не видно, я буду руками танцевать. Йо. Давай, не тянь, не тянь, спасай. Я не знаю, танцую ли это, но танцую. Пожалуйста, все, хватит, не надо нас мучить. Все. Мы это сделали, скажи. Я надеюсь, да, пожалуйста. Арабский танец, Диана просит. Блин, арабский. Короче, нас по танцам решили. Надо типа, короче, восточные танцы. Ну давай. Восточные танцы, я, конечно, не дружу, но... Восточные сказки. Зачем? Боже. Робишь глазки. Блин, как... Давайте вместе. Давай, показывай, что танцевать. я готова. Блин, сейчас, секунду. Я даже не знаю, как мне камеру поставить. Чей, телефон. Арабская ночь. Классно, да. Ну типа, что-то... Там вообще надо двигать тазом, и животом, и руками. Да, да, вот типа, вот такая, такая... У меня не видно это, мис, поэтому... Ну что, я уже? Так, хорошо. Блин, что у меня сейчас... Пришло время тебе спеть. А давай-ка мы с тобою споем песню... Я опять всем угрожаю ножом. Споем песню под названием... А ну быстро, давайте, устроим конкурс. Кто угадает, какую вторую песню мы будем петь с Ютихи? Ха-ха-ха. Давайте. Не только вы нам задание будете давать, мы вам тоже будем давать. Все, чтобы не расслаблялись. Блин, мне надо встать тогда, потому что это сложно. Ну, не так. Давайте, давайте. Так, какую песню? Эту песню Летисия записала плюсовку. Мы выставляли ее на страницах Talent Production. Очень красивая песня, подсказка тоже на французском языке. Давайте, ребятки, ваши варианты. Сальвариду угадали. Молодец. Конечно. Молодец, Софи. Лара Фаттлэм. Ютэм. Жутэм. 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 Давайте, Софи. Софи, молодец. Молодец. Йоу. Тамара Ту. Молодцы. Я тебя люблю. Правильно, да, это означает, я тебя люблю. Да, да. Блин, почему я сразу это не сказала? Я Ванга. Окей, ладно, давайте. Вообще, слышно музыку? Да. Да, конечно. Молодец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за комментарии! Очень приятно! Чего от такой же танку? Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! И я предлагаю тебе, сразу не делая паузу, в обязательном порядке исполнить песню Кристины Агилеру, которую мы только-только взяли в работу. Вот только-только! Не судите строго, как называется. Один урок был, мы начали учить эту песню и, в общем-то, мы сегодня решили ее спеть для вас. Почему бы и нет? Мы рисковые дамочки, между прочим. Я вот не зря... Поэтому... Ой, спасибо за комментарий, блин! Очень приятно! Спасибо за просмотр! Не знаю, я буду громче! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну то есть Французские фразы у себя в Инстаграм Скажет красиво, правильно Запишет в сториз Запустит у себя в Инстаграм Отметит Летисию, отметит Талант Продакшн, ну можно и меня вспомнить Так уж и быть Мы вам придумаем какую-то классную Штучку Давай подумаем, что Даже не знаю Можно подумать Может быть это будет сюрприз, подарок Кто знает Так, подарок, сюрприз Ой, у меня, кстати, там есть на примете Одна очень классная коробочка, в которой там куча Всяких штучков Давайте повторим фразы Давайте повторим фразы, они все-таки сложные Итак, фраза первая Запоминаем, записываем Бонжур У се трув ле метро? У се трув ле метро? Окей, а что мы там? Ла Тур-Эфель, точно Тур-Эфель Бонжур У се трув ле Тур-Эфель? Ну, в принципе, мы Это самое У се трув, просто тут уже надо заменить метро Давайте сейчас будешь называть одну за другой фразой А люди просто себе запишут это Давай, поехали Бонжур У се трув ле метро? Бонжур У се трув ле Тур-Эфель? А что мы там дальше дали? Ну там дальше шел самогон? А, да Давайте право Ну, я думаю, мы третью фразу какую-нибудь Давай какую-то В метро мы сходили, наехали в башню сходили Давайте про кроссон А, давайте про бакет Давай Давай про бакет Бонжур Уже не зря слетали. Итак, мои дорогие, запоминаем. Три фразы, записываем, как вы их говорите. Отмечайте Талант Продакшн, отмечайте меня. И милости прошу, коробочка с секретным сюрпризом будет у вас. С вами была Летисия Искандар, Ксения Асвика. В эфире любимого Талант Продакшн. Спасибо за классные комментарии. И то, что поняли, это поддержка. В следующую субботу вас ждет целых два эфира. Поэтому не пропустите. Время и афишки вы увидите на страницах Талант Продакшн. И у нас всех на страницах. Поэтому, мои дорогие, целуем вас. Летисия, спасибо тебе огромное. Я получила... Спасибо вам. Все, целую. Спасибо. До встречи. Пока. Всем пока. Все, пока.